Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу, в день отдания праздника Богоявления, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 1 по 8. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Даниила. Речи Господь притчу сию, судья бенекий в некоем граде, Бога не бояся, и человек не срамляяся. Вдова же некая бева граде том, и прихождаши к нему глаголюще, отмсти мне от соперника моего. И не хотяши на долзьем времени, последи же рече в себе, ащи Бога не бояся, и человек не срамляюся. Но за не творит мне труды вдовица сия, отмщу ее я, да не до конца приходяще застоит мне. Речи же Господь, слышите, что судья неправды глаголет, Бог же не им от ли сотворите отмщение избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, и долго терпя у них. Глаголю вам, якоса творит отмщение их вскоре. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сегодня евангельское чтение, дорогие братья и сестры, затрагивает тему дерзновенной молитвы, спасающей от уныния. Спаситель научает, как должно молиться, рассказывая притчу о неправедном судье, который не хотел исполнить просьбу обижаемой вдовы и защитить ее от соперника, но все же исполнил только потому, что она докучала ему, не давая покоя. В те времена все обычные тяжбы и споры между иудеями разбирались в суде старейшин, а не в открытом народном суде. Если по иудейскому закону какое-либо дело выносилось на третейский суд, то решал не один человек, а по крайней мере три человека. Одного назначал истец, другого – ответчик. Третий же был независим ни от одного, ни от другого. Судья, о котором идет речь в притче, находился на государственной службе, то есть назначался иродом или римлянами. Такие судьи пользовались дурной славой. Кто не имел хороших связей или денег, чтобы подкупить судью и склонить решение в свою пользу, у того было мало надежды на положительное решение своего дела. Официальное название должности этих судей звучало как «дайнех газерот», что значило «судьи, запрещающие или наказывающие». В народе же их назвали «дайнех газелот», что значит «судьи-грабители». Вдова символизирует всех бедных и беззащитных. Совершенно очевидно, что без средств и связей она не могла добиться правосудия по своему делу. Но говоря о вдове, Христос показывает силу настойчивой просьбы среди людей. Она добивается того, что ей нужно, хотя ее положение кажется абсолютно безнадежным. У нее нет средств, чтобы заплатить этому судье, тем более подкупить его. Но своей надоедливостью она в конечном итоге побеждает его. Она добивается правды не благодаря праведности судьи или его способности к состраданию, но исключительно благодаря своей неотступности. Окончив же рассказывать притчу, спаситель сказал, «Слышите, что говорит судья неправедный? Если он, будучи неправедным, все-таки защитил несчастную вдову, неотступно просившую у него защиты, то Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлить защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Интересно, что в этой притче использован тот же прием, что и в притче о друге, зашедшем в полночь. Как там, так и здесь Христос не проводит параллели между Богом и бесчестным судьей, а противопоставляет Бога несправедимому судье. Если судья неправедный вынужден был уступить вдове, тем более праведнейший Бог заступится за тех, кто непрестанно обращается к нему. Борис Ильич Гладков отмечает, «Итак, если нет места сомнениям, то неуместно и уныние. Верующий должен молиться, твердо верить в возможность получения просимого, своими делами сделаться достойным того, то есть стать как бы избранным, и никогда не унывать, если просимое скоро не дается. Сказываю вам, говорит Христос, что подаст им защиту вскоре». Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Несмотря на ту несомненную истину, что Бог защитит избранных Своих вскоре, найдет ли Он верных, которые имели бы такое постоянство и такую настойчивость в молитве, какая требуется? Александр Павлович Лопухин поясняет, «Христос как бы говорит, это уже несомненно, что Сын Человеческий придет, чтобы помочь верующим и наказать неверующих. Но вопрос в том, много ли большей веры найдет Он к себе, придя во второй раз, чем нашел при первом Своем пришествии на землю. Но Христос не говорит, что мало найдет веры в среде христианства, а вообще изображает состояние человечества, веру на земле». Этими словами, дорогие братья и сестры, Господь желает донести следующую мысль. Никогда нельзя унывать, нужно лишь молиться с глубокой верой. Вера – самое главное, что ищет Христос на земле. Господь желает спасения каждого человека. Но в нашем спасении требуется и наше участие. И Бог ждет его от нас. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Продолжение следует...